За прошедшую неделю показатели заболеваемости в Самарской области превысили среднероссийские. Рост произошел в двух возрастных категориях – от 7 до 14 лет и среди тех, кто старше 65. Много заболевших среди работников торговли, транспорта, сферы ЖКХ. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, симптомных форм коронавируса становится больше, растет число амбулаторных пациентов. Особенность инфекции – очень короткий инкубационный период. В госпиталях сейчас 2318 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1125 – с подозрением на него. 54% заболевших нуждаются в кислородной поддержке. За неделю суточный расход кислорода вырос на 3 тонны. Для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь в Тольятти планируют привлекать машины частных медицинских структур. Свободный коечный фонд сейчас 9,5%. С 20 августа 100 коек инфекционного профиля введут в оборот в Безенчукской и ЦРБ. Уберечь людей от тяжелого течения болезни помогает вакцинация. На оперативном штабе было принято решение возобновить информационную кампанию, разместить призывы к вакцинации на сайте областного правительства и Роспотребнадзора. После вашего решения у нас значительный всплеск. Даже на какой-то период, условно говоря, даже ажиотаж был среди работников этих сфер. Люди очень внимательно к этому отнеслись. И многие действительно выполнили то, что требует главный санитарный врач. Но кто-то остался, как всегда, у нас в засаде. Привиты почти 90% соцработников, больше 80% медиков. Для выработки общественного иммунитета необходимо привить еще порядка 600 тысяч жителей области. В понедельник в регион поступило почти 37 тысяч комплектов вакцины «Спутник Ви» и 18 тысяч «Спутник Лайт». Областной Минздрав ведет мониторинг остатков вакцины в медицинских учреждениях. Хочу напомнить, что у нас продолжается работа по подготовке к введению паспорта коллективного иммунитета. Мы ее не останавливали, но кнопку нажмем мы буквально на заседании штаба, на одном из. Поэтому сейчас и Минздрав, и Департамент информационных технологий тему отрабатывает. Видимо, будет отдельное решение, когда мы это запустим. Под вопросом остается присутствие зрителей на этапе мировой серии Гран-при по спидвею в Тольятти, а также выезд детей по программе Министерства культуры. К его обсуждению решено вернуться через неделю. Виктория Шарая, События.